Всем привет! Ребята, я не могу поверить, что наконец-таки настал тот день, когда я могу вам сообщить, что книга готова, и вы можете её приобрести. Конечно, наверное, ни для кого не секрет, что написание книги — это достаточно трудоёмкий и долгий, и местаминутный процесс, но в то же время это очень творческий и креативный, и такой exciting процесс, когда ты что-то создаёшь, и ты понимаешь, что это не только как бы твоё произведение искусства в какой-то форме, то есть кому-то это тоже может понравиться, кому-то это может принести пользу, вдохновение, интерес. Будет кому-то приятно, кроме тебя. Если вы вдруг не знаете вообще, о чём я здесь говорю, кто я такая, и вы, может быть, и вы недавно только на меня подписались. Меня зовут Лиза, я живу в Лондоне, я работаю тренером по фитнесу, я также учусь на антресолога, заканчиваю в этом году, и я также очень увлекаюсь кулинарией, особенно кулинарией с растительными продуктами, то есть я люблю готовить именно растительные рецепты. Так получилось, что когда я начала готовить блюда с растительными продуктами, у меня именно тогда как-то начало открываться какое-то вдохновение готовить. И я начала делиться своими рецептами на Ютубе, и со временем я начала думать, почему бы не сделать какой-то сборник рецептов или кто-то на книгу, в которой будет собрано сразу несколько рецептов, и завтраков, и обедов, и ужинов, и салатов, и перекусов, и десертов. В принципе, это и была моя мотивация, и была изначально моей идеей причиной, почему я захотела написать книгу рецептов. Книга в электронном формате, то есть e-book. Чем мне нравится e-books? Тем, что их можно читать на айфоне, на айпаде, на макбуке, на любом компьютере, на самсунге, на андроиде и так далее. Для себя я ее распечатала. Здесь 93 страницы. Значит, книга начинается с того, что здесь есть содержание, то есть перечислены все рецепты. Дальше идет моя история, то есть информация про меня, вообще, как я пришла к идее написания книги, и моя вообще философия и подход к готовке, к питанию. Все это написано в этой первой секции, которая называется «Моя история». Тут есть пару фотографий. Помимо раздела «Моя история» в книге также раз, два, три, четыре, пять. Пять разделов. Завтраки, салаты, перекусы, основные блюда и десерты. Всего в книге 55 рецептов. Из них 13 завтраков, 6 салатов, 9 перекусов, 15 основных блюд и 12 десертов. То есть основные блюда – это и обеды, и ужины, то есть это более-таки полноценные блюда. Вообще, в этой книге я часто предлагала альтернативу каким-то продуктам. Например, если указываю миндальное молоко, это не обязательно должно быть миндальное молоко. Это может быть, в принципе, любое растительное молоко на ваш выбор. Если это подсластитель, то это может быть любой на ваш выбор жидкий подсластитель. То есть я старалась давать немного выбор и альтернативы в рецептах, потому что я понимала то, что, например, не у всех есть возможность за углом купить кленовый сироп. Но зато у вас, возможно, есть сироп агавы или мёд. То есть это всё, в принципе, продукты взаимозаменяемые. Вот, дальше. Блюда очень разнообразные, начиная от лёгких салатов, заканчивая бургером, пиццей. Есть рецепт овощной паэлии, есть рецепт карри, спринроллы, есть даже не мясные тевтельки. И, кстати, эти рецепты, их не было ещё на ютюбе, то есть я их оставила эксклюзивно для книги. Вот, здесь есть вот такое вот лимонное печенье. Здесь есть морковные маффины, сырой сникерс, брауни, вот такие вот малиновые тарталетки, шоколадный мусс, мороженое и много другого. Её приобрести очень просто. Я в описании под видео оставлю ссылку на сайт lizaactive.com На этом сайте вы можете кликнуть на книгу и приобрести её. В этой книге есть фотографии на абсолютно каждый рецепт. Это один из обязательных пунктов, которые я хотела, чтобы был в этой книге, чтобы на каждый рецепт была фотография. На некоторые рецепты даже есть по две фотографии. Почему я так хотела? Потому что из своего личного опыта я помню, что если я вижу какой-то рецепт и если я не вижу на него картинку, если я не вижу конечный результат, скорее всего, я пролесну и буду готовить тот рецепт, у которого есть фотография. Поэтому я обязательно хотела, чтобы в моей книге был рецепт, тьфу, было фотографии на абсолютно каждый рецепт. Все фотографии рецепта сделаны мной, фотографии я сама редактировала, монтировала. Очень много вечеров было проведено за компьютером, монтируя фотографии. И, в общем-то, я довольна результатом. И теперь я готова им поделиться с вами. Это очень волнительно для меня, но в то же время это exciting. Большинство рецептов готовится быстро, 30-40 минут. Моя философия кулинарии и готовки в том, что я не считаю, что на готовку нужно тратить много времени. Мы все сейчас заняты, у нас всех есть работа, учеба, едой нужно наслаждаться, но в то же время я не фанат тратить часы на кухне. Я люблю что-то быстрое, и чтобы это было готово в течение 30-40 минут. Если у вас возникает вопрос, для кого эта книга, и кому она будет полезна. Эта книга, в принципе, для кого угодно. Если вы просто ищете вдохновение и альтернативы своим привычным блюдам, если, возможно, вы постепенно переходите на растительное питание, или, в принципе, вас устраивает, как вы питаетесь, но вам нужно какой-то, просто больше идей, больше альтернатив, быстрых, вкусных, полезных, ярких, в принципе, эта книга для вас. Если даже вы веган со стажем, но, опять же, вы ищете больше разнообразия в питании, опять же, эта книга может вам помочь разнообразить ваше питание. Несмотря на то, что это рецепты растительные, я считаю, что они подойдут и мясоедам, и не мясоедам. Например, Люба, моя сестра, она с удовольствием съела бургер, и, по-моему, она даже не заметила, что он был не из мяса. Да, кстати, отдельное спасибо я хочу сказать своей сестре Любе. Я благодарна за ее честность, вот, потому что, если бы, возможно, она просто говорила на все, да-да-да-ли-да-ли-за, очень вкусно-очень вкусно, то, возможно, я бы не настолько их улучшала, эти рецепты. Эта книга готова. Я надеюсь, что она вам принесет удовольствие, разнообразие, новые идеи, новое вдохновение на готовку и развеет миф о том, что растительные блюда это скучные и зеленые салаты. Кликайте на ссылку внизу, пишите комментарии, пишите мне вопросы, я буду с радостью на них отвечать. Пока!